Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Марина Цветы! Сегодня я хочу с вами за кадром поговорить об огурчиках, если вы решили их проращивать. У нас было много видео и есть разные методы выращивания огурчиков. Но сегодня я хочу поговорить о том, если вы проращиваете огурчики, какие действия нужно с ними дальше производить. Огурчики, которые в обычной оболочке, мы можем с вами и замачивать, и проращивать. А вот семена дрожжированные, я много вам рассказывала о них, не предопределяют ни проращивания, ни замачивания. Обычно их уже высаживают или в открытый грунт, или даже просто в контейнеры. И ждут уже сходов, когда оболочка растает. Здесь у нас и дезинфицируют семена, и стимулируют семена. Вырастают огурчики достаточно крепкие, мощные, не подвержены так заболеваниям. И самое главное, более качественные урожаи. Мы надеемся, получим от дрожжированных семян. О них уже был у нас разговор, мы высаживаем прямо или в грядку, или в контейнеры, как я сказала. Если вы предпочитаете все-таки перестраховаться, я вас понимаю и всегда поддерживаю использование нескольких способов выращивания рассады, ну и овощей. Очень удобно проращивать огурчики и в кокосовой стружке, вермикулите, или вот самых дешевых, это опилки, если кто не хочет тратить денежки. Я вчера только замочила, влажный у меня здесь такой субстракт получился. И вот огурчики практически у меня находятся во влажном таком субстракте. И, наверное, день им нужен для того, чтобы они проросли. Ну вот, практически вчера я замочила, сегодня уже вот клювик проклевывается. Самая главная задача, чтобы вы свой контейнер поместили на достаточно тёплое место, до 30 градусов. Это будет гарантия быстрого прорастания семян. В одном из видео я указывала вам на то, что самый лучший вариант проращивания огурчика, это вот в таком состоянии, когда вот такие клювики проклевываются. Вы высаживаете в землю под наклоном, под углом 45 градусов, и огурчик очень быстро начинает корешок расти. И уже в грунте семядольные листики освободятся у вас от оболочки семенной. Вы не травмируете, он моментально прорастает и не задерживает свой рост. Ну, бывает так, что у нас огурчики уже вот в таком состоянии выросли, достаточно уже мощные. В опилках действительно корневая система очень хорошая. Вот два огурчика вместе срослись. Посмотрите, действительно за неделю огурчик очень хорошо вырос. И сейчас мы должны посадить его в контейнер. Но я хочу немножко обратить ваше внимание на особенности выращивания огуречной рассады. Есть противоречивое мнение. Одно мнение утверждает, что огурчики очень хорошо заглублять, потому что у него действительно растет дополнительная корневая система. А вторая тенденция считает то, что огурчики замедляют в росте. Но, дорогие мои друзья, вот у нас сейчас пошло сильное похолодание, конец апреля. В любом случае, эти огурчики не предопределяют высадку в теплицу, в грунт тем более. И, конечно, я должна сразу посадить их в контейнер, для того, чтобы потом методом перевалки посадить их у себя в теплице из-под агроволокна. Но параллельно хочу вам показать, какие принадлежности всегда у меня на столе при выращивании рассады. Вот эта бутылка такого необычного молочного цвета, вот у меня, это фитоспорин. Я его делаю в таком маточном растворе, беру пакетик и замачиваю не по инструкции на определенное количество водички, а вот примерно на 2-2,5 литра весь пакетик. Такая бутылочка у меня находится и месяц, и два, и три вот в таком состоянии до полного использования. Такой раствор называется маточный раствор. Это очень важно фитоспорину дать время, скажем так, на созревание, потому что бактерии, которые будут защищать вот нашу рассаду, огурчики и помидорчики, особенно в начальной фазе, когда вы высаживаете в грунт, грунт влажный, достаточно еще прохладный, и на границе земли и корневой шейки может появиться гниль, такая у вас черная ножка так называемая, и по сосудам очень быстро может развиться грибное заболевание. И вот даже в этом состоянии посадки своих пророщенных семян, я использую раствор фитоспорина. Ну вот практически я беру где-то 100 грамм, отливаю, и разбавляю литром воды, и проливаю весь свой грунт, или если уже высадила рассаду, я тоже поливаю этим раствором. В теплице обязательно опрыскиваю помидорчики в начальной фазе, пока мы не начнем органическую обработку и подкормку своих овощей. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, что при огурчиках и помидорчиках высаживания очень хорошо использовать фитоспорин для профилактики грибковых заболеваний. Дорогие друзья, я вам обязательно советую использовать только пищевые контейнеры для выращивания своей рассады. Стаканчики, которые прошли контроль, это пищевой пластик. Вот такие из тетропаков детского питания, соков или молочных продуктов. Пожалуйста, обращайте внимание на то, что ваша рассада с первых дней своей жизни должна жить в хороших экологических условиях. Если вы будете выращивать вот такое семя, еще раз хочу вас повторить, пожалуйста, вы берете контейнер свой. У меня в данном случае очень легкая земля. Это лесной грунт. Мы его собираем осенью из-под акации. Всю зиму он находится у нас в сухом помещении. И вот даже здесь веточки, палочки меня не смущают, потому что это такой легкий субстрат. И вот, как я сказала, вот это вот семечко, которое проклюнулось только у вас, мы должны высадить с вами острым носиком вверх, под углом 45 градусов. Не засыпайте контейнер полностью землей. Я вам сейчас расскажу ситуацию, с которой столкнется огурчик, только вот он прорастет. Итак, острым носиком вверх, под углом 45 градусов, вы заглубляете и слегка присыпаете землей. Корешок у вас поднимется вверх, опустится вниз, очень быстро он начнет прорастать, вот в такой стадии будет, и легко вытянет семидольный листик. И другим способом огурчик, очень часто не дожидаетесь сходов, у вас семена даже могут загнить в земле, вы думаете, это плохое качество, а огурчик просто не смог себя освободить, именно от семенной оболочки. Это будет очень важно. Еще есть такая методика, называется, все тыквенные семена мы сажаем на ребро, но это практически одно и то же, поэтому очень важно. Не засыпайте полностью грунт, не высаживайте огурчик уже прям вверху контейнера, оставьте ему сантиметра 3-4, а то и 5, если у вас такой прозрачный контейнер, как у меня и будет пробиваться солнце, и огурчик пусть у вас прорастает. Как я вам сказала, пролейте раствором, можно любым биологическим, какой есть в вашей стране, вот мы проливаем с вами фитоспорином, и в принципе оставляем проращивать на достаточно еще теплом месте, это очень важно. А что же делать вот с такими огурчиками, которые действительно имеют очень мощную корневую систему, посмотрите, предупреждаю вас сразу, радость, которую мы сейчас вот с вами испытываем, она может быть недолговечна, потому что мы посадили наш огурчик в контейнер, сразу вам хочу сказать, огурчик остановит свой рост, потому что именно в такой фазе, ну выращивать огурчик, он более сильный стресс получает. Я еще больше отсыпаю своей земли достаточно легкой, опускаю огурчик, вот так вот, засыпаю аккуратно легкой землей, если у вас довольно-таки хороший грунт на участке, вы можете уже смешать с таким легким грунтом, для того, чтобы рассада ваша уже привыкала к грунту, который у вас в теплице или в огороде. Ну, поправляем этот огурчик, и все-таки он у нас получается как бы заглублен в контейнере, и сейчас разговор идет о том, что подрастая огурчик, укореняясь, мы с вами будем подсыпать доверху землю. Огурчик будет давать дополнительные корни, это будет питание очень хорошее. В контейнере обязательно должен быть дренаж у вас, конечно, мы понимаем это все. И вот огурчик в первой фазе я не заглубляю, для того, чтобы он легче перенес стресс. Как только я увижу раскрытие этих листиков, и огурчик идет в рост, я буду постепенно подсыпать землю под огурчик. И таким способом будет очень хорошо развиваться корневая система, но в теплицу я уже посажу только методом перевалки, потому что второй раз стресс перенести рассаде, это еще мы на 2 недели затормозим выращивание огурцов. Поэтому смысл было выращивать эту рассаду, если без конца мы ее травмируем. Поэтому я потом контейнер просто разломаю и методом перевалки очень аккуратно посажу в теплицу. И в теплице вы тоже можете дополнительно снова углубить свои лунки, заглубить корешок и оставить такую луночку и со временем снова подсыпать землю. Для огурчиков дополнительная корневая система, это очень хорошо, это и активный, и мощный рост, и, конечно, иммунная система будет более крепкая и более выносливая. Ну вот такие вот я вам нюансы рассказала о том, если вы проращиваете семена вот таким вот способом в торфе, в кокосовом волокне, в вермикулит или даже просто вот на салфеточках. Такой способ тоже имеет быть. Такими советами и секретами я с вами поделилась, выращивая огурчики. Ну а теперь мы встретимся с вами с теплицей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!